Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как развить в себе силу воли? Спрашивает Сергей. Сергей, я думаю, что разные психологи своих подходов, разных подходов, ответят вам на этот вопрос по-разному. Я со своей парадигмы, с позиции своей, могу сказать, что, на мой взгляд, сила воли это больше история про преодоление. Это история про внутреннюю борьбу, история про внутреннее напряжение. И, соответственно, про какое-то такое, вероятно, ну, обманывание себя или насилие над собой. То есть, на мой взгляд, не нужна воля там, где человек достаточно хорошо себя чувствует, чувствует достаточно хорошо себя ощущает. Не нужна воля там, где человек находится в достаточно хорошем, как мне кажется, в контакте с собой. И, напротив, получается, что воля нужна там, где человек себя ощущает не в контакте, где человек не чувствует себя, где человек не, может быть, понимает себя, где человек находится в определенной степени в противоречии с собой. Там, безусловно, воля ему нужна. Поэтому я думаю, что то место, где человек должен применить волю, является местом психологического конфликта. И требует внимания, требует помощи, чтобы этот конфликт был, как минимум, разрешен. Чтобы человек не страдал, чтобы человек не мучился, чтобы человек не преодолевал себя, что-то. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, воля призвана для того, чтобы человек в меньшей степени себя чувствовал. В том числе, чтобы в меньшей степени чувствовал себя с собой, чувствовал себя свободным и так далее. Да, у этого есть, конечно, негативные последствия. У такого подхода есть негативные элементы, такие, например, как то, что разрушается я-образ. То есть, человек замечает и понимает, что он не такой, каким он себя представлял. Но человек замечает и понимает это, вот, что он не такой, каким он себя видел. И, конечно, это может быть довольно серьезной проблемой, потому что довольно тяжело, что, что называется, вот, ну, скажем так, переживать вот это чувство, это ощущение, что я не такой, каким он себя представлял. Но в этом месте всегда есть ресурс для чего-то нового, в этом месте всегда есть ресурс для того, чтобы увидеть, увидеть, чтобы видеть что-то в себе, в том числе увидеть что-то в себе новое, увидеть что-то в себе интересное, увидеть что-то в себе, так скажем, ресурсное, вот. И для этого, на мой взгляд, нужна, конечно, помощь специалисту, потому что человек может как-то вот себя не понять, да, себя не увидеть, вот, и само собой, ну, испытать некоторые переживания, некоторые негативные эмоции, вот. Поэтому необходимо, конечно, защититься от этого, необходимо, конечно, приложить все усилия для того, чтобы, в этом смысле, помочь человеку максимально безболезненно, для себя максимально легко, вот, пройти этот этап, этот путь, если угодно, вот. Потому что самому, самому это сделать может быть довольно-таки нелегко. Но, поэтому я не думаю, что имеет смысл тратить свое время и свои силы на то, чтобы развивать силу воли. Лучше смотрите на то, что вам хочется, на то, чего вам не хочется, вот. Что вам ближе, что вам не ближе. И учитесь, учитесь брать за это ответственность. Учитесь отвечать за то, что вы хотите, вот. То есть, если вы, грубо говоря, не хотите чего-то делать, то это нормально. Но за это придется заплатить. За это придется заплатить определенную цену, за это придется заплатить... У этого будут определенные последствия. Понятное дело, не всегда приятные последствия. То есть, это само собой разумеется. Но, тем не менее, принятие таких последствий является следствием эмоциональной и психологической зрелости человека. И по итогу мы получаем более счастливую личность, более свободную личность, более здоровую личность. Потому что волевой человек – это человек, который себя зажимает. Волевой человек – это не свободный человек. Волевой человек – это человек, не чувствующий себя, подавляющий себя, контролирующий себя, вот. А значит, это человек срывающийся. Это человек, который может поступать не характерным для себя образом. То есть, это человек, который может быть, ну, в той или иной степени, да, порывистым. Вот. То есть, совершать действия, за которые потом, потом, он же может, в принципе, чувствовать себя, там, виноватым. Или он же может чувствовать себя, там, ну, не в своей тарелке. И так далее. К сожалению. Это нужно учитывать обязательно. Вот. Как-то так я бы ответил вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Ещё раз хочу подчеркнуть, что вы не обязаны со мной соглашаться. У разных психологов будет своё мнение на этот счёт. В частности, например, у когнитивных психологов, да, когнитивно-поведенческой терапии, или у представителей бихевиоральной, так сказать, ветки психотерапии, будет на этот счёт своё мнение. И это нормально. Поэтому вам выбирать какую точку зрения принять, вам выбирать какую точку зрения, какая точка зрения вам ближе, и, соответственно, уже, исходя из этого, двигаться. Ещё я бы хотел обратить ваше внимание на следующий, как мне кажется, важный момент. Он заключается в том, что силу воли вы, наверное, хотите развить для чего-то. Чтобы что-то. Чтобы что-то. Вот. Очень важный момент. Чтобы что. То есть, для чего вам нужна сила воли. Понимаете? И нужна ли сила воли тому, кто действительно хочет чего-то. Вот такой момент. Такой аспект, я надеюсь, вы также для себя рассмотрите. Потому что это важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодит.